Дорогие друзья, в эфире программа «Есть что сказать». У нас в гостях люди, которые помогут нам с вами научиться дарить радость на Рождество и друг другу, и ближним, и дальним, и самим себе. Я представляю гостей нашей студии. Екатерина Косточка, руководитель проекта «Подари радость на Рождество». Имеется в виду интернет-проект, о нём подробно расскажем. Алена Ашихина, координатор благотворительных акций Православной службы «Милосердие». Добрый день. Здравствуйте. Акция «Подари радость на Рождество» или в московском варианте «Дари радость на Рождество» нашим зрителям хорошо известна. В этом году что-то новенькое появилось. Вот давайте, наверное, начнём со старого, а потом перейдём к новому. Алена, как традиционно протекает акция? Расскажем для тех наших зрителей, которые ни разу её не видели и о ней не слышали. Акция «Подари радость на Рождество» уже пятый год будет проходить в городе Екатеринбурге. Проходит она в гипермаркете «Ашан» на Металлургов 87. Три дня. Это гипермаркет, торговый центр «Мега». Да, действительно так. Она будет проходить в этом году три дня. 20, 21, 22 декабря. С 10 утра до 10 часов вечера. Традиционно добровольцы православной службы «Милосердие» будут напоминать посетителям торгового центра о том, что у них есть возможность здесь и сейчас сделать доброе дело. А сёстры «Милосердия» будут собирать пожертвования, которые от чистого сердца будут переданы рожанами и гостями города Екатеринбурга. Именно в том самом гипермаркете «Ашан». То есть как можно поучаствовать в акции? Вот я пришла, а дальше что со мной происходит? На самом деле есть две формы участия в данной акции. Можно быть добровольцем и призывать людей сделать доброе дело. Конечно, мы всегда рады видеть новых добровольцев именно на этой акции, потому что три дня – это такой достаточно колоссальный труд и в то же время колоссальная радость, которую вы получаете от того, что вы с улыбкой даёте возможность людям сделать доброе дело. Теперь вот конкретизируем эту возможность. Допустим, я всё-таки посетитель, начнём с этого. Я захожу в гипермаркет, и что со мной такое происходит? Встречают добровольцы, они дают вам листовочку, на которой расписана информация о том, кому идут собранные подарки и пожертвования, и что конкретно было бы полезно получить нашим подопечным. Потому что всегда очень трудно вот в этом ассортименте товаров понять, что же действительно будет нужно. Хочется же каждому человеку так, чтобы его время и средства были потрачены напрасно. Хотя всё, что не приобретёт человек, я думаю, что всегда найдёт своего потребителя, скажем так, или своего подопечного, всегда подарит радость хотя бы одному человеку. Дальше уже непосредственно в торговом зале также работают добровольцы, которые подсказывают, что именно лучше приобрести. Добровольцы всегда знают о том, что… То есть это могут быть памперсы, средства, предметы гигиены, игрушки, развивающие игры, вот эти вещи. Одежда, книги, бытовая техника. Вот на всё, на что душе будет угодно. Ну вот зная состав ваших подопечных, я так понимаю, это дети-сироты, это и одинокие старики, это и бездомные, это и инвалиды. То есть в принципе ассортимент достаточно широкий, то есть нужно всё. Да, это действительно так. На самом деле, когда мы формируем подарок, если мы, например, едем в многодетную семью, мы понимаем, что есть вот пакетик, куда мы складываем продуктовые какие-то, ну такой небольшой продуктовый набор. Это будет приятно получить родителям для того, чтобы они понимали, что у них хлеб на каждый день, вот продукты есть. А для деток всегда, конечно, очень хочется вложить какой-то небольшой, но приятный либо сладкий подарок, либо игрушечку. Это всегда очень трогательно. Наши координаторы после акции собирают, подписывают каждый пакетик. Более того, после Рождества у нас есть пакетики, которые подписаны, что нужно отвезти именно Деду Морозу и Снегурочки. И вот наши Деду Морозу и Снегурочки гастролируют и передают всё то, что мы собрали благодаря посетителям гипермаркета Ашан. Это для екатеринбуржцев и тех, кто будет в нашем городе в период с 20 по 22 декабря. Милости просим в гипермаркет Ашан с 10 утра до 10 вечера, потому что там есть возможность делать доброе дело. До детского дома или до дома престарелых, но не каждый может доехать, если он не является добровольцем вот такой организации, как эта. А здесь ваш подарок будет передан действительно нуждающимся в теплоте и ласке, тем, кого некому поздравить с праздником. Хорошо. Интернет-проект. Вот здесь, я так понимаю, аудитория сразу же расширяется. И любой наш зритель, даже далеко живущий от Урала, может быть участником этого. Да, Светлана, совершенно верно. Принять участие в интернет-проекте может каждый человек, у которого есть доступ в интернет. Вот. Не секрет для нас и, наверное, для вас, что большинство телезрителей канала «Союз», они с радостью откликаются на все наши просьбы. Вот. И поэтому мы их всех обязательно приглашаем принять участие в этом проекте. Это достаточно просто, всего лишь несколько кликов мышкой. Вот. И, в принципе, можно сделать доброе дело, не выходя из дома. Тоже ни для кого не секрет, что современный ритм жизни, он достаточно такой быстрый. И не всегда есть время просто остановиться, посвятить какую-то часть своего времени добрым делам. А здесь вот у нас бывает, что пожертвования и ночью приходят, подарки люди дарят. И получается, что в любое время, вот есть эта маленькая минуточка, ты заходишь в интернет и можешь поделиться. Так, как подарить подарок ночью? Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста. Вот сайт. Как раз мы на плазму вывели картинку, главную картинку сайта акции «Подари радость на Рождество». Да. Это промо-сайт, мы его разработали специально под этот проект. То есть есть основной сайт службы милосердия. И с него можно перейти вот уже на сайт спецпроекта. Здесь достаточно всё просто. Причём при разработке этого сайта мы ориентировались не только на то, чтобы человеку было просто, удобно и быстро, понятно всё сделать. Ну и вот такую картинку нарисовали красивую. Нам хотелось с пользователями тоже поделиться каким-то праздничным настроением, каким-то вот этим добрым, добрыми эмоциями, что ли. Сам сайт из себя представляет подобие интернет-магазина, где все подарки разбиты по категориям. То есть подарки для детей, подарки для бездомных, подарки для стариков. И есть ещё именные подарки. Это те подарки, которые дети, взрослые, наши подопечные заказывали Деду Морозу. Где-то Деду Морозу, где-то папе с мамой, где-то делились своими пожеланиями. Это очень большая, кропотливая работа была, собрать всю эту информацию. Здесь вот наши координаторы, сотрудники постарались пообщаться, найти с каждым подопечным вот этот общий язык, и собрать всю эту информацию. Потому что подопечных много, порядка 300 человек. И для каждого человека есть вот такое маленькое желание. И, в принципе, все они исполнимы. Все они ждут своего благодетеля, так скажем. Ну вот в разделе именные истории есть действительно то, что сразу цепляет. Например, о мальчике, который лежит в онкодиспансере. Маме он не нужен. Сейчас, я так понимаю, что мама лишается родительских прав. И самого родного и близкого человека ему заменяют как раз вот сестры милосердия и добровольцы. И он хочет, не помню... Машинку на радиоуправлении. Машинку на радиоуправлении. То есть, казалось бы, ну, это несопоставимо с той радостью, вот эти вот затраты материальные, которые можно принести, подарить ребенку на Рождество. На самом деле удивляешься, когда вот смотришь на этот список подарков, что, ну, в основном дети, конечно, очень трогательные, такие пишут письма, да. Есть какие-то очень конкретные запросы, там, вот машинка на радиоуправлении или вот конкретно такая кукла, или там, ну, что-то вот прям марку там. Мольберт девочка художница хотела. А есть вот, да, такие вот, мольберт, да, девочка увлекается изобразительным искусством. А есть у нас такое письмо, пожелание, да, человек хочет скрипку. То есть подросток, сколько, Семену, 17 лет, да, вот он просит у Деда Мороза на праздник, да, скрипку. Он только сейчас начнет учиться играть, да? Ну, видимо, открыл вот в себе этот талант. Есть очень трогательные такие пожелания. Собачку, щеночка, котеночка. Или просто я хочу, чтобы сестра приехала к нам в гости. То есть, на самом деле, мы это не редактировали, все вот эти вот пожелания, чтобы передать вот именно эту душевность, теплоту. Потому что это не просто список подарков, это не заявка в магазин. Это действительно живые люди, это их сокровенные какие-то вот сердечные пожелания. Катя, хорошо. Вот я, например, зашла на сайт «Подари радость на Рождество». И, допустим, я хочу подарить девочке мольберт. Что я должна сделать дальше? Вот я увидела эту заявку, она меня зацепила. Или я, например, зашла в раздел «Подарки для бездомных». Я знаю, что им меньше всего подарят подарков. И вот хочу сделать вот это пожертвование. Что я дальше должна, какие действия произвести? Нужно возле каждого такого блока, да, нужно найти кнопку «Подарить», нажать ее и перейти на платежную систему. Мы подключены к платежной системе «Робокасса», которая включает в себя множество различных способов сделать пожертвования онлайн. Мы выбираем то, что удобно для нас. Либо это банковская карта, либо это СМС пожертвования, либо это пожертвования через терминал. Либо это электронные деньги, Яндекс.Деньги, например. То есть мы выбираем любой удобный нам способ пожертвования. И когда мы нажимаем кнопочку «Подарить», вот сумма пожертвования и его назначение, они уже автоматом встают вот в эту форму. То есть нам не нужно дополнительно ничего писать, что мы хотим подарить мольберт Маше. То есть как только вы нажали кнопочку возле мольберта и возле Маши, мы уже заранее знаем, что и кому вы хотите подарить. То есть никаких дополнительных действий делать не нужно, никакой дополнительной информации вводить. Мы будем очень благодарны, если пользователь оставит свой электронный адрес, мы таким образом сможем его поблагодарить. Это для нас очень важно. А в принципе ничего другого, никаких лишних регистраций и так далее это не требует. Но это требует, все-таки еще раз уточню, для тех зрителей, которые вот, например, с этими карточками электронными прям не знают, что делать, и у многих их даже и нету. Если ее нет, то можно воспользоваться услугой СМС пожертвований? Да. То есть через мобильный телефон? То есть через мобильный телефон можно отправить СМС-сообщение на единый номер благотворительности 7715. И там есть такие кодовые слова, так называемые префиксы. Например, написать префикс «милосердие», «пробел» и «сумму пожертвования». И в таком варианте отправить этот СМС на номер 7715. И мы именно такую сумму получим, вот списанную с вашего счета мобильного телефона. Или, пойдя в магазин и увидев терминал, можно вспомнить как раз об этой акции. Да, терминалы оплатежной системы Телепей, в них можно найти просто кнопку с логотипом православной службы «милосердие» и сделать пожертвование. Вот логотип, ну, плохо видно, но покажем зрителям. Вот логотип. Да, действительно, вот же. Вот. И, на самом деле, если вы хотите уточнить адресность этого пожертвования, назначение этого пожертвования, узнать, дошло ли оно, все ли в порядке, у нас всегда доступен телефон диспетчера 200-07-04. Либо можно написать на электронную почту, мы всегда ответим, все уточним, всю информацию. То есть, эту связь с нашими благотворителями мы очень стараемся поддерживать. Спасибо вам большое. Телеканал «Союз» обязательно тоже примет участие в этой акции. И, возможно, это будет в рождественскую ночь. Это я вот такой секрет открываю и вам, и зрителям. Но большего пока не скажу. Уж секрет пусть будет хотя бы отчасти секретом. Мы вам желаем вот в полной мере той же рождественской радости, которую вы уже столько лет дарите людям, которых, я повторю эту формулировку, некому поздравить с праздником. И, слава Богу, что делаете это не только сами, но и помогаете вот в этом принять участие огромному кругу людей, которые, может быть, не собрались бы, не сумели, не успели, не организовались бы. Это очень ценно. Помоги Господь, чтобы эти акции все последующие прошли. С Божьим благословением. Дорогие друзья, я напоминаю, у нас в гостях были представители православной службы милосердия при отделе социального служения Екатеринбургской епархии. И говорили мы о благотворительной акции «Подари радость на Рождество». Спасибо, что были с нами. Оставайтесь с нами дальше. Редактор субтитров А.Семкин